Преобразить Киров на европейский лад свой опыт может применить на практике герой нашего следующего материала. В феврале активист Андрей Алексеенко в рамках федеральной программы «Архитектор России» прошел обучение в Стокгольме, Копенгагене и Гамбурге. Как выглядят малые реки в Европе и какой опыт можно перенять, узнала Евгения Бакина. Месяц назад Андрей Алексеенко прогуливался по берегам Гамбурга, смотрел, как выглядят малые реки в Европе. Был там не один, а с целой командой, участниками программы «Архитекторы РФ». Ее частью Алексей стал внезапно. По образованию он архитектор. Отправил заявку, записал интервью. В итоге сам не заметил, как перешел на очный этап. Побывал на обучении в Москве, а после рванул в Европу. В тех городах, где мы были в европейском модуле, и в ходе экспедиции по новым районам, все новые районы с инновационными подходами, они все построены у рек, у каналов, на набережных. То есть это такой тренд, что новое жилье обязательно должно быть как-то связано с рекой, потому что вода – это такой символ жизни. Поэтому смотрит на малые реки на Вятке с особой важностью. Считает, что можно оккультурить территорию возле Хлыновки. Очистить речку от грязи и ее берега, поставить скамейки и освещение. Но забыть про дорожки из гранитной плитки, как в Европе. В европейских городах, именно в жилых районах, реки выглядят совершенно как в природе. То есть такие же природные берега, такие же заросли, кусты. Потому что это, в принципе, красиво, это уютно. И вообще тренд такой, что дайте делать природе свое дело. Опыт застройки около каналов, около рек идет таким образом, что повышается этажность. Чем дальше от реки, тем выше дома. Конечно, застройку возле Хлыновки уже не изменить. Но будущее есть, по мнению Андрея, у вересняков. Вместо деревяшек сделают там дома средней этажности. Да и за топленностью можно вопрос решить, как в одном из районов Гамбурга. Подошли к решению этого вопроса следующим образом. Тротуары на случай подтопления просто дублируются на уровне первого этажа. То есть у них все пешеходные переходы, вот эти вот все тропинки есть сверху, чтобы в случае подтопления имелся выход, так скажем, эвакуационный. А еще промышленные зоны переносить за пределы Кирова. И эти территории после застраивать, как делают в Европе. А следующее обучение у Андрея будет иным. Все участники отправятся в поездку по городам России.